На стадионе «Металлург» состоялся очередной этап сдачи норм ГТО. На этот раз упор был сделан на меткость. Пришедшие стреляли из электронной винтовки и набирали очки. Когда ребята приходят, у них есть три тренировочные попытки, потом пять зачетных. Во время тренировочных мы объясняем, как прицеливаться, вообще они знакомятся с винтовкой, как ее перезаряжать и так далее. А во время пяти зачетных они должны набрать 30 баллов в сумме на золотой знак. Это довольно сложно. Стоит отметить, что теперь, после обновления программного обеспечения, в момент выстрела винтовка дает отдачу в плечо, что с одной стороны добавляет сложности, но с другой увеличивает эффект реалистичности. Людям в любого возраста можно попробовать испытать свои силы, попробовать свою физическую подготовку проверить. Для одних сдача норм ГТО – это одна из возможностей испытать себя. Держать в руках даже электронное оружие для них в новинку. Но некоторые ребята уже имеют опыт стрельбы. Я ранее ходил в военно-патриотический клуб «Застава» на школьной улице, находится у нас в городе. Там был, конечно, у меня опыт в стрельбе с пневматикой. И плюс-минус я знаю, что это такое, поэтому мне, наверное, было попроще немного сдать. Я был более-менее подготовлен к этому. В основном нормы ГТО сдают старшеклассники из школ муниципалитета. Благодаря своим спортивным успехам они получают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, видно, приехали также школьники из Москвы. Тут главное не физически, а морально подготовиться, настроиться, чтобы прошла стрельба нормально. И могу сказать, что сейчас идет даже какой-то прогресс в этом испытании, потому что вот впервые для меня это была отдача от электронного оружия, то есть почти прям как настоящие выстрелы, то есть это прям новый уровень. Сдать нормы ГТО может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и записаться в центр тестирования. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.